всем привет все мы гуляем выносили сегодня цветочки чтобы они тоже позагорали потому что сегодня завтра солнышко потом опять дожди как раз они цветочки польются дождевой водичкой собачки тоже гуляют сегодня 26 апреля 2023 года годовщина чернобыльской катастрофы вот вспомнился не такой случай да кстати из новостей сразу на радостях уже стул себе вынес думаю буду сидеть и рассказывать что-нибудь вот интернет вчера поремонтировали я уже даже и не надеялся так уже привык без него что сегодня даже не знаю что делать вон они собачки бегают к них у меня куча накачанных куча планов по просмотру уже скачанных фильмов хожу я к соседям стою под забором то то скачают и то скачаю вот так что вот такие у меня развлечения теперь я даже и мог бы что-то в интернете посмотреть я даже не знаю что увлекся прослушиванием аудиокниг так что сейчас и дослушивай сергея довлатова переслушал кучу книг его изучил биографии посмотрел фильм о нем конечно я вам так скажу какое мое ощущение для творческого человека вот эта жизнь была конечно мрак мне вот not мне кажется мужчины больше поймут его все-таки читая его все-таки улыбаешься где-то есть какой-то свой сарказм но по итогу просто хочется набухаться вот я понимаю подка откуда пьянство в советской интеллигенции все это было на так вот про годовщину чернобыля вспомнился мне бахмут бедный бахмут и вот мы ездили по работе там есть то ли сельхозтехникум то ли сельхозучилище и бывшая улица сельскохозяйственная переименовали улицу был такой лейтенант кибенок пожарный который участвовал в тушении чернобыль чернобыльской станции ему присвоено посмертное задавание героя советского союза один из тех пожарных которые погиб после этого и вот мы как-то приезжаем а там смотрю таблички и улица и кибенка ну и все называют его кибенку почему-то ну а все же предполагают что таблички все таки в украинском языке улице и фамилии нако склоняются ну и вроде как кибенка а на русском потом смотрю тоже есть такая табличка с другой стороны улица старая то в восемьдесят шестом году переименовали улицу кибенку улица то есть даже местные органы когда переименовывали но наверное в честь кого-то не понимали честь кого переименовывали все знают что восемьдесят шамаду переименовали но даже когда делали таблички то есть и по-русски написали кибенку хотя и он кибенок а фамилия кибенок я почему вспомнил вот вы же видели как-то ролик бродил по улице марапульса вот почему-то улица неизвестного комиссара с ноганом марапульса и в городе интересно и славянске хоть одна улица которая названа в честь героев вот этих пожарных чернобыль которые пришли чернобыль кстати вот кибенок он никакого отношения на 1 бахмута не имеет он родился в херсонской области черкасском пожарном училище учился я как-то изучила биографию мне сюда куда-то куда не еду всегда мне вот летать эти собаки всегда изучаю через кого названа улица какие таблички на домах висят кто это такой вот нравится мне такое любознательный никогда не пройду мимо какой-то мемориальной таблички чтобы не заглянуть в гугл и не почитать что что за человек такой был деятель что табличку прилепили кстати относительно табличек хожу в 18 школу а там висят гранитные таблички участников афганской войны причем они висят уже после ремонта школы а ремонтировали хуже после 14 года я вот хотел тоже вот может кто-то с другой родов не скажет ведь позиция официальная властей сейчас украинских то есть эту войну считать оккупацией ну я не знаю насколько может это и может я ошибаюсь и что во всех школах висят такие таблички то есть это не из советских времен они остались их советских времен перенесли на это здание то есть такие же участники такой агрессивной войны ну в общем так вот я тоже насколько там понятно что люди многие не обращают внимание на висит себе висит но ведь много ждите и подходит и спрашивает мариван а кто это такие что они делали в афганистане и что эти мариванами им говорят вот детям школьникам как они объясняют кто это такие почему таблички висят на школе вот каком они ракурсе преподносят этот эпизод истории ну вот чича бегает такая чича все общем радуются солнышку потому что она ненадолго на пару дней потом опять его у нас не будет сидим себе сидим вроде тихо сирена то включается то выключается и мы смотрим и любуемся то на травку то на собачек и все радуются перевернула гера наверное холера это która холера вот цветочки попростали цветочки были красивые за вайта клумба зеленые перевернуло я повыбирал tourbara что-то там собрал там наверное уже не спасется может что-то и прорастет Вот зачем было такой основательный цветочник взять и перевернуть? Да незачем, просто подошла и перевернула. Потому что она хулиганливая. Я знаю, кто это сделал. Причем она пальцем показывала на чичу. Но чича не могла этот горшок перевернуть. Он килограмм 15 весит. Очень устойчивый. Это только гера. Да, гера? Могла ты это сделать? Ну, могла, могла. Могла сделать, могла не сделать. Могли вороны. Что-то все на геру, на геру. Вон герда еще тут у нас есть. Да, герда? Ты как волк настоящий. Вот они, морды мои. В общем, всем хорошего дня. Ролик получился длинный, потому что у меня теперь есть интернет. Хоть одна рада жизни. Всем хорошего дня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова